Власти Ярославля, как и большинство жителей, недовольны уборкой городских улиц. Зима еще не началась, а первые снегопады уже выявили проблемы. Подрядчики не справляются со своей работой. Почему, выясняла Яна Хромова. Только три с минусом. Такую оценку работе служб по уборке Ярославля дал директор департамента городского хозяйства Николай Степанов. Как убираются улицы, а где-то и не убираются, видно всем. Причем невооруженным глазом. Сами магистрали чистые, а вот у обочин сугробы. Даже в центре города. А если встает еще ряд машин, проезжая часть сужается до одной полосы. Сегодняшней ночью мы видели, что по подрядчику ЯРАБЗ всего две единицы работало. Несмотря на то, что снега не было, мы считаем, что этого недостаточно. Организация ЯРАБЗ убирает Заволжский, Дзержинский и Ленинский районы. Спецавтохозяйство Кировский, Красноперекопский и Фрунденский. У первой компании не хватает техники. Сейчас дополнительно закупаются семь универсальных дорожных машин. У САХа другие проблемы. Финансовая ситуация на спецавтохозяйстве не самая стабильная, поэтому есть трудности именно с оплатой счетов. Поэтому это касается и закупки топлива, выдачи заработной платы и так далее. За работой техники на улицах Ярославля ведется наблюдение в круглосуточной диспетчерской службе. В режиме реального времени на экране можно видеть, где находится какая машина, по какому маршруту она идет. А главное, сколько всего техники работает в городе. Количество и является основным камнем преткновения. Пока контролеры не досчитываются необходимого числа машин, а потому осваивают эпистолярный жанр, рассылая подрядчикам предписания. Если реакции не будет, департамент городского хозяйства грозит судом со штрафами и расторжением контрактов. Яна Хромова, Михаил Орлов, Городской телеканал.